Идею о проведении 4 июня митинга в защиту геев широко обсуждали в соцсетях. А накануне эту тему подняли и депутаты города. Повод – письмо от двух общественных организаций Бийска, участников военных конфликтов и ветеранов ВДВ. Авторы обращения убедительно просят отменить митинг за права геев. Данная категория граждан, подчеркивают общественники, не испытывает притеснений с их стороны, и потому мероприятие станет лишь рекламой о морального поведения. Глава города Александр Студенекин пояснил, что такое обращение и озвучивать не стоило, поскольку мэрия еще не давала разрешения на проведение мероприятий, которые можно считать пиар-ходом. Отметим, всего в мэрию Бийска поступило 12 подобных запросов, и однозначного ответа городоначальника об их проведении или отмене так и не прозвучало. Глава города только заверил – все будет по закону. Алтайское сливочное масло может претендовать на знак качества. Об этом сообщает Рубцовский инфо. Он пишет, что на днях подвели итоги всероссийского исследования качества продукта. Испытания масла провели Роскачество, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Исследование охватило более 70% рынка сливочного масла, который оценивали по 23 показателям. На наличие антибиотиков, кишечной палочки, дрожжи, плесени, а также содержание жира и другое. Масло алтайских производителей, всего три образца, полностью соответствует требованиям качества и безопасности. Один из образцов даже вправе претендовать на государственный знак качества. Дом семьи космонавта Титова на Алтае отремонтируют, информирует полиции БРО. Известно, что рабочие уже демонтировали фундамент и крышу жилого здания завезли стройматериал. Позже планируют установить оконные дверные блоки, частично заменить пол, возвести новую крышу и обшить дом деревянной рейкой, а также сделать отделку и благоустроить усадьбу. Все работы планируется завершить к сентябрю. Елена Макаренко, Наши новости.